Спокойно, то есть, ни разу помню. То есть, там 5 на 3, где-то, 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 где-то. Я вам скажу так, что мы за весь сезон привыкли к любому судейству и готовы уже к любому судейству. Нас уже удивить сложно чем-то в плане судей. А вот что дальше? Хотя сегодня у меня претензий к ним нет. То есть, сегодня все понятно? Больших, да, каких-то конкретных претензий нет. А что дальше, вот когда даже Юрзинов поступал, там, в Олечке, вначале «Спартак» должен жить? Понятно, многие ребята, причем, говорили, что наше успешное выступление, это поможет обратить внимание. Ну, не знаю, может, какую информацию владеть? Может, что-то, знаете, что дальше будет, хотя бы молодежная команда? К сожалению, я не владею никакой информацией. Это самое печальное в этой ситуации, да, несмотря на то, что мы победили, это здорово. То есть, что от нас зависели, по-моему, ну, понятное дело, что мы сделали максимум. Вот, насколько это может повлиять на ситуацию, это уже мы не знаем. Вот, пока я не владею никакой информацией. Порядка 80 миллионов, да, говорят эксперты, на молодежную команду на следующий сезон? Да нет, что вы, намного меньше в бюджет молодежной команды, там, миллионов сорок, наверное, в два раза меньше. Потому что сейчас идет речь о спасении всего бренда «Спартак» или все-таки можно спасти молодежный, даже если будет со взрослым? Ну, вы знаете, может, это где-то идет, но мы, как бы, занимаемся, занимались до сих пор своим делом, и мы не знаем, где что идет, и у нас информации нет еще, раз говорю, никакой. Самый сложный момент в финальной серии? Какой был из семи матчей? В финальной серии самый сложный момент, ну, наверное, определяющий стала четвертая встреча, когда мы смогли спасти игру в концовке и вырвать победу в овертайме, и сравнять 2-2. Если бы счет стал 1-3, тогда, я думаю, что у нас шансов было бы немного. Вот отдали MVP Арсений Хацей, вы бы кому отдали бы, если бы вашего выбора самым ценным игроком? Ну, вы знаете... Или хотя бы нескольких человек, наверное? Ну, да, я думаю, что... Я согласен насчет выбора Арсения Хацей, я думаю, что, если говорить еще про кандидатов, то основными кандидатами были бы Шестеркин и Сорокин. Вас очень хвалят, как телекомментаторов, дуэти с Сашей Ткачевым после Олимпиады. У вас были просто потрясающие рейтинги болельщиков, я видел отзывы людей. Как вам удается совмещать? Сейчас он лучший тренер молодежной команды. Как удается совмещать эти два в одном? Быть лучшим и там, и здесь. Ну, вы знаете... Уже здесь. Спасибо за лучшего, да. Ну, что вы. Дело в том, что я всегда говорил, что я... Мне нравится работа на телевидении, это связано с хоккеем, поэтому мне нравится все, что связано с хоккеем. Это просто другая как бы область, но все равно хоккейная. И я не считаю себя профессионалом, да, то есть комментатором. Владимир, что в минуту? Да, это я рассматриваю как свое хобби, да, то есть мне это просто нравится. Это смена деятельности, да, как еще Владимир Ильич говорил в свое время, что отдых – это смена деятельности. То есть я меняю деятельность, я отдыхаю тем, что я меняю просто... Что-то третье попробуйте. Свободное от главной работы время. Что-то третье попробуйте. Да, нового комментаторства – это свободное от главной работы времени. Все хобби, можно сказать. Да, я и говорю, да. А если вас позовут, скажем, в какой-нибудь взрослый клуб, готовы такой вариант рассмотреть здесь? Я готов рассматривать. А не, вовремя. Поздравляем вас.